Мы уже не раз гуляли по центрам разных городов Болгарии и показывали самые красивые и популярные места. А что если поехать в отдаленные районы и посмотреть, как люди живут там? Сегодня мы отправимся с вами в район Галата и посмотрим на Варну с другой стороны. Будет интересно. Погнали! Будем ехать с вами в районы, которые называются Аспарухова и Галата. И, к слову, ехать нам долго и мучительно. В общем, это будет сложно. Как мы поняли по гугл-картам. Но для вас это займет всего несколько секунд. И прошло и секунды. Магия монтажа. Ну, а мы на самом деле... У нас был непростой путь. Ждали автобус. Мы наш 17-й полчаса, а ехали 25 минут. То есть ждали мы дольше, чем ехали. И там еще в нем... Очень люблю Варни. Нет. В транспорте вот эти вот автоматы, где нужно покупать билеты. Это просто ад какой-то. Адская машина. Они работают раз через сто раз. А если не получится? Было бы забавно, если бы еще за это штраф просили. Сейчас направляемся к носу Галата. Проходим частный сектор. Такое вот село. По ощущениям. Погода, кстати, испортилась. К сожалению. Было бы хорошо, если было бы солнце. Картинка была бы красивее. Ну что ж, погоду мы не выбираем. Так что, если что, простите. Собачонка. Мы прошли огромный путь вниз. Надеюсь, не придется возвращаться обратно, чтобы дойти до нашей локации. Если слышите звук, то это электричество, не птицы. Здесь находится маяк. И дальше идем, собственно, к нашей смотровой площадке. Надеюсь, она там будет. И надеюсь, там будет красиво. Пока что здесь такая, ну, немного заброшенная территория. Похожа на лес. Мы видели, ну, не знаю, может, это глюк у Андрея был, но пробегало какое-то животное, когда мы спускались. И было похоже на лисицу. Если так, то как-то аж страшненько стало. Вот. Ну и... Ой, ну, позже нам еще вниз. Надеюсь, реально не придется потом вверх подниматься. Точно сюда? Может сюда, может сюда. Наверное, сюда к Ношу Галата, а сюда вниз. Ну, посмотри на картах. Я не скажу, сюда Ношу Галата, туда к морю. А, ну, хорошо, да, идем туда. Согласитесь, дорога, конечно, здесь ужасная. Надеюсь, вид это все исправит. Охренеть! Ребята, я такого еще не видела. Тут весело. Та-на-на-дам! Штука отвалилась. Бетонная. Не знаю, когда, сто лет назад, не сто лет. Но очень стрёмненько здесь. А, и как здесь обрыв. И это правда? Это правда этот Нос Галата? Или что это вообще? Не, ну, конечно. Подожди, смотрите сначала на обрыв. Я так понимаю, здесь просто тоже часть обрушилась. Ужас просто. Мне страшно, небезопасно просто от этого ощущения. Это чисто место для самоубийц. Грустно как-то. Но вид, посмотрите, конечно, на вид. Не сильно прям видно. Я теперь понял, почему в комментариях один из посетителей написал, что место стоит посетить, но оно ужасное. Да, в смысле, это кто-то говорил? В плане здесь достаточно небезопасно, да. Я тогда не понял, почему я это веду. Ё-моё. Не, ну знаете, это такой экстремальный туризм, я бы сказала. Ну, короче, эмоции у меня просто... Как? Лестница, можно сказать. Лестница, это вообще отдельная история. Лестница в ад. Локация настолько странная, что у меня на этом видео даже не записался звук. Да, как оказалось, это заброшенное место, где раньше находился старый маяк. Что с этим место? Это самое небезопасное место в моей жизни. Я не знаю, это типа маяк здесь. Надеюсь, меня здесь никто сейчас не убьет. На самом деле, это очень необычно. Знаете, вот непредсказуемое. Булгария, конечно, умеет удивлять. Вот я в шоке. Я не ожидала такого места. Поворота событий. Надеюсь, вы тоже. Вам интересно. Вообще, Галат это скалистый мыс, который является конечной точкой Варны. Чуть позже мы покажем вам более красивые виды, и вы почувствуете контраст. За этой дверью, наверное, маяк заброшен. Да. А нет, он здесь. Ждем наверху. Ну там тоже заброшено. Можно как-то попрыгнуть? Мы с вами пришли к месту новому. Здесь прямо рядом находится ресторан. Ну, мы не в ресторан. Мы просто посмотреть на воду. Сейчас пойдем на пирс. Ну, конечно, здесь красивенько. Собачонка. Не кусай меня. На самом деле, я не знаю, как вам, а мне нравятся неожиданные повороты. Поэтому я не люблю смотреть, как выглядят места, куда мы идем. Это как читать спойлеры к фильму и знать наперед весь сюжет. Скучно и предсказуемо. А еще нравится посещать разные места в городе и разные города в стране. Только недавно словила такое сознание, что глупо оценивать страну по одному ее городу. Все города разные, с разной атмосферой, темпом жизни и природой. Поэтому, чтобы сделать выводы о стране, нужно побыть в нескольких ее частях. Не то чтобы это обязательно, но это точно поможет составить цельную картину. Вода такая прозрачная, если видите. Как тебе местечко? Очень красиво, стоит посетить. Да, правда спускаться долго. Сложно добираться немного было. Ты такой красивый. В принципе, хорошее такое приятное место. Тут можно поплавать на катере, на яхте плавают люди. Там есть, правда, плохо видно, пляж какой-то дикий. Интересно, как туда люди попали. Потому что ощущение, что там просто зелень. Лес такой себе. Вот так, вот такие дела. Ну и ресторан, как я уже сказала, красивый. Единственное, спуск к нему сложный. Крабик. Ну что, телепортируемся в новое место. К месту мы еще не дошли, но идем по частному сектору и решила вам показать. Смотрите, какой милый дом с цветочками. Сейчас небо, кстати, такое красивое. Правда, солнце заходит. Надеюсь, успеем снять когда... Ну, до заката. Вот так вот здесь разнообразная стройка. Незаконченная. Много машин, кстати. Дома все вообще абсолютно разные. Кстати, если не знаете... Я вообще много снимала видео в Дании. И там... Спасибо. Спасибо за звук. И там все дома сделаны под один стиль. Вот. Там такие негласные правила есть. Или гласные, не знаю. А вот здесь, конечно, у каждого свой выбор. Своё видение. Нет общего стиля. Вот это раритет. Ой. Сейчас будет гавкать. Только зайдешь, сразу руку отпустит. Вау. Очень красивый дом. И этот красивый. Но он по-своему красивый. Ура. Мы с вами находимся на панорамной площадке Галата. Здесь вот такая вот есть небольшая территория. Много лавочек, где можно посидеть, посмотреть на вид. Начнем отсюда. Вот здесь мы видим замочки. Наверняка влюбленных. У нас, кстати, в Днебре тоже такое есть. Ну, наверное, во многих странах, городах есть такая традиция вешать замочки на какие-то мосты. Ну, здесь не мост, но все же. Вот. Мы с вами как раз попали на закат. Сейчас будем его провожать. Вот как выглядит Варна с другой стороны. Мы живем где-то там. Здесь начинаются вот эти пляжи, по которым мы с вами гуляли. Там где-то Приморский парк. Ну, я вам показывала, как выглядит эта часть. Стой. Теперь наоборот показываю. Смотрите, как красивенько. Видно, правда, уже не очень хорошо. Но все же, солнце так пробивается. Интересно. Поделитесь в комментариях, как вам наша необычная прогулка. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео про Болгарии. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok